всем привет любители выживания с вами я stalker баннерщик и это мир фоллаута да это fallout 4 и я нахожусь на своей базе и вот что-то я увлекся строительством решил сделать огромный огромный просто бункером можно сказать даже не бункера такую площадку на котором я построю остальные постройки и буду грубо говоря жить не знаю что из этого получится у меня много ресурсов я все ресурсы с других поселков поселений перетащил и вот решил посмотреть ну построить вот именно такое большое строение сначала сгладил неровности ландшафта так сказать первым этажом и вот строю сейчас второй этаж я не знаю что в итоге получится хватит ли мне ресурсов ну и стоит ли это делать но ради интереса ради того чтобы видеть я хочу построить большой прям высокая такой бункер можно сказать да чтобы видеть весь поселок весь поселок а сверху а у меня до этого был как бы есть небольшой бункер до такой а где живут поселенцы где я живу где все мои ящики со всяким оружием но это как-то не особо надежно я вот решил построить что-то более монументальное не все время же на выживать выполнять задание каких-либо а сталкеров всяких группировок которые здесь находится но пора и подумать о своей защите почему бы нет такой небольшой перед их между делами вот со стороны смотрится это вы понимаете что все это временное чтобы не удалять их пока стране стоят а вот основу я такую бетонную поставил не знаю насколько хватит мне этажей вообще хочу построить этажи 5 этажей 5 и потом уже на пятом на шестом может быть строить уже жилые помещения как видите вдалеке вот там моя постройка основная в котором живут все поселенцы то есть у нее есть первый этаж есть второй этаж третий этаж он как бы оборонительный у нас там турели стоят но по факту не особо надежно это я думаю будет более надежно более мощно вот единственное что на мне не получается тут вот еще все таки воздух висит часть строения но это мы тоже конечно скроем уберем вот примерно так выглядит мой бункер хочу прям такой нереально здоровый построить не знаю что из этого получится будем свободное время строить а сейчас мы отправляемся по своим делам давайте покинем строительную площадку у меня перегруз понятное дело а много с собой нашу надо наверное часть скинуть все таки вот примерно как то так вот тут уголочек что-то не срастается ну ладно построим рано или поздно давайте двинем и скинем весь хлам оденем конечно же силовую броню и пойдем дальше наша цель это посетить просто стали вот их не бункер их не секретную базу в принципе выполнил некоторые задания хеллен я думаю на этом хватит будет свободное время поможем еще конечно ну а сейчас основная задача это найти а сына то есть соответственно нужно дальше изучать дружества дальше продвигаться вперед ну и со временем рано или поздно я конечно же его найду у меня как раз броня скриптер агента ник не время спрашивать видишь я тут ладно давайте мы кинем сохранить весь хлам а нет кстати сохранить весь хлам не получится так как весь хлам у нас здесь а почему же так медленно хожу а у меня рпг с собой и разные пушки да 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 теперь понятно я так думаю надо нику что-то отдать им что-то такое путевое из оружия чтобы он мне помогал так лазерный пистолет но это мои пушки с которыми я бегаю у них как раз индекс а ну чтобы не путать а вот есть праведный властелин тоже индекса ну давайте его нику отдадим рпг давайте тоже нику отдадим пусть бегает а вдруг он мне как-нибудь поможет так ну что тут еще боевой нож бойцовская броня со шлемом бутылка с коктейлем молотова а вот нику немножко вещей отдал почему бы и нет пусть развлекается на сейчас нужно дойти конечно до базы вот она основная тут все у нас под электричеством все работает на поселенцы довольны так как у них всего хватает и еды и воды и оборона хорошая здесь но это как бы их не да там их не база хоть я делаю для себя вот свою базу я буду делать уже как бункер силовая броня каркасы стоят вынес я их чтобы они не мешали ну и понятно сделал дело тут у меня основная силовая броня так нужно отремонтировать так ну что а чинить то особо тут и не нужно было всего лишь одну часть мы починили сейчас скину вещи которые мне сейчас на данный момент не нужны экипируясь и двинемся тут разное оружие которые я еще пока не решился продать так как не знаю какое нам лучше поэтому решил оставить так и 10 миллиметровый пистолет скидываем 5 миллиметровый патрона скидываем а нам не нужен 556 тоже скидываем так дробовик оставляем лазерный пистолет конечно же оставляем миниган скидываем он нам не нужен пистолет которым я бегаю оставляем пистолет пулемет тоже снайперка оставляем антир один так армейская дымовая шашка. Не нужна нам бафаут. Я не пользуюсь. Сухарики тоже скинем. Броня с криптера агента. Я в нем бегаю. Винт скидываем. Гладкоствольный пистолет. Да, торговлей займемся потом. Тем более у меня 2536 крыжек. Поэтому пробок. Поэтому я особо насчет этого не буду париться. А сейчас скинем то, что нам не нужно. Дорожные кожные одежды, дрыны всякие, да? Заряд плазмы. Оставим. Карабины, импульсные гранаты оставим. Так, скидываем кастеты, кексы, стимулятор. Так, кожаную броню тоже вот это все нам не нужно сейчас. А в дальнейшем продадим. Так, метикс тоже скинем. Я им не пользуюсь. Морковь, мясо гнулся. Осколочная граната. Оставляем. Гранаты нам, конечно же, нужны. Отечественная вода. Я не пользуюсь ей. Ну, на данный момент она мне не нужна. Патрон для гамма-пушки оставляем. Патрон для дробовика оставляем. 308-й калибр тоже оставляем. 38-й калибр. Так, 38-й калибр. Нет, 38-й калибр нам не нужен. Так, 44-й это для пистолета, 45-й это для пистолета-пулемета. Плазменная граната. Оставим. Портупея. Нет, скидываем. Противогаз. Маска. Психа. Тоже не используем. Пупсы. Пупсы, конечно же, с нами. Пусковая остановка. Ракета. Туда же ракетница. Рейдерскую броню мы тоже скинем. Сигнальная ракета тоже не нужна. Собачать на стимулятор. У стимулятора нужен. Топливо для огнемета. Скидываем. Тыкву. Шпильку оставляем. Штурмовой противогаз. Ядер вишня. Тоже скидываем. Ядер колу. Тоже ядерная батарея. Оставляем. Ядерный блок оставляем. И ядерный мини-заряд скидываем. Все. Я скинул все, что мне не нужно. И теперь я налегке могу отправляться дальше. Да. Но почему-то у меня не экипировано оружие. Наверное, потому что я скидывал все это. Итак. Пистолет-пулемет. Конечно же. На первом месте. Потом идет пистолет. Нет. Пистолет. Десятимиллиметровый на первом месте. Вот. Так. Потом идет лазерный пистолет. Конечно же. На втором месте. Потом идет пистолет-пулемет. На третьем месте. Ну, потом идет уже снайперка. Потом идет дробовик. Пистолет Келлога. Блин, перепутал я немножко. Давайте вот так вот. Десятимиллиметровый на втором месте. Так, так. А лазерный пистолет. Давайте поставим вот так вот. В принципе, без разницы. Осколочная граната. На седьмом месте плазменная граната. Восьмой. И импульсная граната. Девятый. Ну, а все остальное у нас, в принципе, рассортировано. Одежда. Одежда все на мне. Поэтому я могу двигаться в путь. Давайте откроем информацию и посмотрим. Сенсор потока. Это задание Хелли. Ну, мы немножко прервемся. Отдохнем от их заданий. И. Посмотрим. Куда же нам теперь нужно? Да. Поговорить с паладином Дансом и сесть в винтокрыл. Это как раз то, что мы хотим сейчас выполнить. Так. Дорога к свободе. Пропавшая патруль. Чего? Так, разное. Это не то. Помочь разведчикам братства. Что я и делаю постоянно. Опасные мысли. Поговорить с доктором Амари. Ну, это мы потом. В общем, в итоге нам нужно сесть в винтокрыл. И двинуть на базу братства стали. Так. А где у нас нужно найти? Полицейский участок-то? Е-мое. Тут столько всего. Я уже не помню, где он находится. Даймонд Сити. Так. Даймонд Сити здесь. Универмаг. Универмаг. Это нет. Это не тот пивоварня. Это тоже не том. Вот полицейский участок. Мы туда и отправимся. И вот я опять в полицейском участке. Давайте все-таки с паладином поговорим. И пора уже отправляться. Так. Вколем себе стимулятор немножко. Где у нас паладин? Этот не паладин. Где ж ты ходишь? А Хеллен где? Вы что там? А, нет. Хеллен тут сидит. Отдыхает. Ну где паладин-то? Е-мое. Так. А давайте посмотрим. Поговорить. Поговорить-то мы поговорили. Я так понимаю, нам нужно сесть в винтокрыл. А винтокрыл, наверное, находится где-то у нас. Ну тут мы все уже обыскали, конечно. Заряд плазмы. А выходит, не все обыскали. Вот заряд плазмы пропустили. Так. Винтокрыл, наверное, на улице находится. Да, зря я сюда зашел. Нужно было сразу двигать в сторону винтокрыла. Ну что же, двинули обратно. Винтокрыл. Хотя показывает, что туда нужно. А, вон, винтокрыл на крыше стоит. Так, стоп. Все, я теперь понял, куда нам нужно сесть. А вот как туда забраться? Скорее всего, наверное, через внутреннее помещение. Да. Не просто так горит значок, типа, зайти нужно внутрь. Значит, там где-то есть подъем наверх. Лестница на второй этаж. Ах, вон как. Ладно. Пойдем обратно. Ха-ха. Давайте. Возьмем патроны. 38-й калибр. Так. С оружием. Что у нас с оружием творится? Это пистолет Келлога. Очень отличная штука. Мощная. Но не особо скорострельная. Автоматический пистолет. Это пистолет-пулемет. Великолепно. Снайперка. Плазменный. Ох, сколько у меня зарядов. Ну и гранаты. Блин. Придется возвратиться обратно. Значит, где-то есть подъем на крышу. Лестница. Вниз я спускался. Там разные склады. Много полезного нашел. А вот наверх... Должна быть лестница. Нужно ее просто найти, да? Это оказалось не очень сложно. А вот здесь, да, почему-то на втором этаже я не был. Все казалось проще. Да нельзя. Давайте возьмем металлическую дверь. Откроем, конечно. И выйдем уже на улицу. Но выйдем на улицу. На крыше. А в винтокрылья я еще ни разу не летал. Перед тем, как летать, нужно обыскать. А вполне возможно, что-то интересное тут будет. Вполне возможно. Управление. Ладно, садимся в винтокрыл. Этот мини-ган заряжен и готов к стрельбе. Если во время полета замешает какое-нибудь вражеское, что-нибудь вражеское, советую применить это оружие. Вау, великолепно. Прежде чем открыть огонь... Блин, короче, определи, что это за цель. Ладно. А прежде чем открывать, мы, конечно же, определим. Но я так чувствую, пострелять нам придется. Давайте. Отсюда садруй, что выглядит совсем иначе, да? Да кто бы спорил. Я не перестаю удивляться тому, как изменяется восприятие поля боя при... Так, она понадобится от преимущества, что у них в арсенале. Ну, в общем, мы пока летим. Надеюсь, превосходят в воздухе и тактический гений позволит нам держать вверх. Теперь осталось только найти их. Я уверен, что старейшина Мэксон уже знает, что делать. В общем, мы пока летим, но я так чувствую, придется нам пострелять. Найден сигнал радио Trinity Tower. Угу. Мне хотелось бы, чтобы все те, кто внизу, были на нашей стране, но им запудрили мозги слухами и дезинформацией. Они не понимают, что, брат, встали последняя надежда – содружество. Каждому мужчине, женщине и ребенку там внизу угрожает страшная опасность. А если мы потерпим поражение, то нас население уже не сможет сопротивляться натиску врага. Зачистка содружества – это наш долг, и ради победы я с радостью пролю свою кровь. Ну, я пока не вижу, в кого стрелять, блин, не знаю. Мы приближаемся к аэропорту. Скоро впреди появится Придвин. На палубе нас встретит пилот, капитан Кельса. Держись рядом со мной, отвечай на все его вопросы. Итак, для поднятия тонуса, так сказать, пострелял. Нифига себе, корабль какой-то здесь, смотрите. Как он здесь оказался. А вот и воздушное судно, брат, встали. Ну, это как раз ихняя база. Ни в кого пострелять не пришлось. Ну, я, если честно, никого и не видел. Так, стрельнул разочек. Чтобы ствол разогреть. Но больше никого не видно. Да и не видно было никого. Темно, летим. Да, нехило, конечно, они тут обосновались. У них корабли летающие, винтокрылы. Как они еще все содружество не захватили, я даже не знаю. Мощь у них, конечно, нехилая. А куда мы летим? Где он у нас? Вот и придвин, как же давно я не поднимался на его борт. В общем, мы поднимаемся. Так, солдат, настал решающий момент, приготовься. Я готов. А в кого стрелять-то? Вон еще один винтокрыл. Но это уже как бы свои. Я же вступил в братство стали, поэтому это уже мои боевые товарищи. Пока я с ними. Будем стараться им помочь. Ну, и выполнять приказы. Вышестоящего начальства. Ник, Вильтайн, хочу у тебя кое-что спросить. Ну, спрашивай. Спрашивай. Просто весь этот кошмар, то, что случилось с твоей семьей, с этим не так просто справиться. Я просто хотел удостовериться, что у тебя все в порядке. Блин, да я в порядке. Ну что, в итоге мы находимся рядом с базой братства стали. Вот. Ух, какой у них корабль, конечно, нехилый. Пообщаемся? Главный ихний. Пилот-капитан Кельс. Позволь мне первым поздравить тебя с выполнением задания. А это наш новый друг. Да, сэр, я присвоил ему звание послушником и хочу лично рекомендовать его для вступления в наши ряды. Да, мы прочли твои отчеты. Тебе будет приятно узнать, что старейшина Мэксон одобрил твою просьбу и отдал рекрута в твое распоряжение. Дэнс. Что я должен делать дальше? Оставайся на предвине и жди распоряжение. Ад Викториан, капитан. Ад Викториан, паладин. Ну что, в итоге, типа я его ученик. Давайте поговорим с Кельсом. Послушай. Эх, не успел прочитать. Ну ладно. Давай, Молви. Что ты нам хотел сказать? Прошу прощения, капитан Кельс. Значит, ты и есть рекорд паладина Данса. Ты мало напоминаешь солдата. Внешность обманчива. Внешность может быть обманчива. Именно поэтому я лично изучаю каждого рекрута, который поднимается на борт этого корабля. Я прочел отчеты паладина Данса. Кажется, он считает, что ты идеально впишешься в ряды Братства. Возможно, ты надеешься, что подобные рекомендации дают тебе карт-бланш, но я хочу тебе кое-что разъяснить. Братство Стали прибыло в Содружество с определенной целью. И я, капитан этого корабля, не позволил одному человеку помешать нам. Какого бы высокого мнения он себе не был. Ясно. Да, давайте не будем с ним спорить. В принципе, это всего лишь ступенька для того, чтобы продвинуться в поисках моего сына. Поэтому пока они нам выгодны, пока мы будем с ними. Если есть вопросы, задавай их сейчас. Если нет, можешь идти. Силовая броня. О, давайте спросим насчет силовой брони. Мне этот вопрос интересен. Силовую броню Братства могут носить только рыцарь. Пока еще нет. Понятно. Пока старейшина Мэкса не присвоит тебе это звание, обходись тем, что у тебя есть. Ну, вопросов нет, я думаю, на данном этапе. А тогда советую немедленно отправиться на командную палубу. Вольно, послушник. Ну, в общем, пообщались мы с ихним главным. Я так думаю, заставит нас немало потрудиться, подрайть палубу. Ну, а вполне возможно и выполнить какие-либо задания. И потом хотелось бы, конечно, такую броню получить. А то у меня не комплект, так сказать. Ну, ладно, ладно. Давайте пообщаемся. Самым главным ихним. Братья и сестры, наш путь быть долгим и трудным. Все мы вместе и каждый в отдельности произошли все мои ожидания, обеспечив наше скорейшее прибытие в содружество. Вы добились этого удивительного успеха, не зная буквально ничего о месте назначения и нашей цели. И, что более важно, не задавая вопросов. Теперь, когда корабль прибыль на место назначения, пришло время рассказать о нашем задании и нашей цели. Так. А ну-ка, давайте с ним пообщаемся. Под содружеством находится раковый обувь под названием «Института». Он экспериментирует с опасными технологиями, которые могут привести ко второй глобальной катастрофе в современной истории. Ученые института создали оружие, которое по разрушительным качествам превосходит атомную бомбу. Они назвали свое оружие синта, роботизированное отродье, обладающее разумом и маскирующее под человека. Мысль о том, что машина может обладать свободной волей, не только оскорбительно, но и невероятно опасна. Если синтов не контролируют, то они, как и атомная энергия, могут уничтожить нас как вид. Я не позволю институту продолжать подобные эксперименты. Поэтому отныне институт и их синты считаются врагами Брасла Стали, и с ними нужно разбираться быстро и беспощадно. Блин, надеюсь, мою товарищу не заколбасят? Эта кампания будет долгой, и за нее придется заплатить высокую цену. Многие погибнут, однако в конце концов мы спасем человечество от его главного врага, самого себя. Как обычно. Ничего интересного. Ad Victoria, Ad Victoria. Ну что ж, я выслушал речь старейшины Мэксона. Все эти речи предводителей, по большому счету, одни и те же. Просто говорятся по-разному. Давайте пообщаемся с ним лично. Знаешь, они ведь менее безразличны, люди Содружества. Давайте будем пока согласовываться, так как мы все-таки в ихних рядах. Вижу, они играют так. Вот именно, надеюсь, мы успеем это сделать. Блин, тайну это не понравилось. Понятное дело, я не желаю, чтобы человечество, блин, не успело. Мне, меня убеждать не нужно. Не беспокойтесь, меня убеждать не нужно. Паладин Данн в твоем отчете вполне ясно писал твои чувства в отношении братства. Им кажется, что ты нам пригодишься. Он один из самых уважаемых командиров и, следовательно, лучшие рекомендации придумать нельзя. Поэтому я присылаю тебе звание рыцаря. О, отлично. Неплохую я тактику выбрал. И вместе с этим мы даем тебе силовую броню, чтобы она защитила тебя на поле боя. Носи с ее гордостью. Ну, в принципе, что мне и требовалось. Силовая броня. Так. Я приложу все усилия, чтобы не опозорить ее. Я уверен в этом. Но не забывай, я все-таки ищу своего сына. В любом случае, как только познакомишься с кораблем экипажем, возвращаюсь на летную палубу за новыми инструкциями. Добро пожаловать на борт, придвина, солдат. Не подведи нас. А, поговорить с паладином Дансом и открыть личное хранилище. Понятное дело, что Нику Валентайну это не понравилось. Только что при нем объявили войну институту и синтам. А он же синт, хоть и за нас. Но, с другой стороны, так как я воюю сейчас на данный момент на стороне Сотружества, и их цели соответствуют моим, соответственно, я буду подчиняться их приказам. Какое-то время буду выполнять их задания. Ну и самое главное, я получу полный комплект силовой брони. Насколько я знаю, он намного круче, чем мой, который сейчас на мне. Так что... Все отлично. А куда нам нужно двинуться? С паладином Дансом поговорить. Поздравляю с повышением, рыцарь. Привет. Так, так. Дрался с коптек смерти. Я тоже с коптек смерти дрался, подумаешь. Так, как только кончится дежурство, он меня ждет. Куда же меня нужно двинуть? Мне нужно куда-то двинуть. А я так понял, в личный покой, с кем-то поговорить. О, неплохо, у них туда и торговля же есть, да? Ага. Ну, в общем, еще одна база, еще один перевалочный пункт. Еще одно место, где я могу отдохнуть. О! Привет. Так, ладно, паладин Данс, давайте с ним поговорим. А вот ты где. Как прошла встреча с старейшином Мэксоном? Он произвел на меня впечатление. Да, почему бы и нет. Он произвел на меня сильное впечатление, кажется, он знает, что нужно каждому из нас. Точно, если бы не его решимость, мы бы все погибли. Надеюсь, понимаешь, что я сильно рискую, так быстро за тебя поручившись. Так, не хочу на тебя давить, но если ты меня подведешь, пропадем мы оба. Ладно, не парься, тебя уж я точно не подведу. Аааа, я тебя не подведу. Знаете, я не терпится надеть силовую броню и отправиться на войну с институтом, но с этим придется подождать. Опять, опять какие-то подвохи. Чтобы эффективно действовать в составе отряда, тебе нужно ориентироваться на кораблей и познакомиться с экипажем. Так как я твой официальный попечитель, лучше нам пойти вместе. Ну пошли. Ой, нет. Поброжу в одиночестве, я знаю, сейчас будет водить по всяким закоулкам. Как хочешь, если понадоблюсь, я буду в столовой. Все, я выполнил Тень Стали, чтобы завивать сердца и души народа, мы должны нести устой братства всему содружеству. Ладно, это неплохо. В любом случае, конечно, нужно пообщаться со всеми, поговорить. Начался новый какой-то квест. Встретиться с Проктором. В общем, нужно со многими рыцарями, с крипторами встретиться сварщик. Тоже девушка. Черненько нет. Не нравится мне. Ах, неплохое, неплохое местечко, как вы видите. Просто великолепно. Силовая броня. Модель Братства 2 Т-60Б. То есть, улучшенная броня. Но вот я как раз такую и хочу получить. Здесь я в дальнейшем смогу ремонтировать эту броню. Но пока взять не могу, потому что я не со всеми еще поговорил. А нет, кстати, вот эту я могу взять. А ну-ка. Давай-ка мы сделаем как-то по-другому. Сундук с инструментами. А скинем свою старую броню. А тем более она у меня состоит из разных частей. Ну вот, смотрите. Т-51, Т-60. Т-51Б, Т-45Б. В общем, Минитмен Т-45Б. Разные варианты. А здесь новая броня и Т-60Б. Улучшенная. Просто великолепно. Вот то, что мне и нужно было. Не зря вступил в Братство Стали. Ник пишет мне, смотри, чтобы такая мощь тебе в голову не ударила. Нормально, нормально. Жить можно. Итак, сумка. Конечно же, я могу взять все, что необходимо. Тут много терминал. Используем. Тут много всяких вещей, которые я могу взять. Ну да, некоторые вещи, конечно, я не могу использовать. Ну вот, изоленту могу взять, всякие инструменты. Тут и торговец есть. Просто великолепно. База отличная. Верстак для создания брони, для модификации. Что-то купить можно, продать. Не зря я просто вступил в Братство. Я так и думал, что будет что-то интересное. Просто великолепно. На этом сегодняшний выпуск из аномальной зоны закончен. Я буду изучать корабли. Конечно, это потребуется много времени. Попробую что-то модифицировать. В общем, постараюсь освоиться и стать, так сказать, своим здесь. Ну а потом будем продолжать поиски сына. Будем продолжать выживать в этом непростом мире. На этом все. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся.